Ииии всем привет ребят, с вами Сарваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен долгожданным изменениям, обновлениям и информации, которые у нас появляются в игре. Сегодня у нас четверг, это значит день танкиста и многие другие изменения уже завтра в игре у нас появятся. Это определенного рода хороший обзорчик и мне реально есть что рассказать, реально есть здесь довольно большое количество различного рода информации, есть позитивные моменты, есть не совсем наверное то что я бы хотел видеть, но обо всем по порядку. Начнем с дня танкиста, сегодня как я уже в принципе и ожидал у нас появляется полноценный анонс и уже с завтрашнего дня именно с пятницы, с 3 сентября у нас стартует ивент посвященный ко дню танкиста и он продлится до 20 сентября. То есть полноценно, даже я думал что 2 недели будет, а у нас получается как чуть-чуть больше, даже чуть больше. Мы закрепляем получается 2 полноценные недели плюс пятница, суббота, воскресенье именно 3, 4 и 5 число соответственно. Как всегда у нас появляются ультраконтейнеры, повышенные фонды и опыт с пятницы по воскресенье 3 недели подряд, плюс появляются новые скины, скидки и прочие вещи. Я думаю что давайте сейчас обо всем по порядку пройдемся. Скидки 50% как я в принципе и предполагал, здесь я был прав, 50% скидки на все. Единственное что я сказал что будут скидки 50-70 на МПК, здесь же сделали скидки 50 на запуск и 50 на ускорение шагов. Скидки будут у нас уже совсем скоро, 5, 6, 7 число соответственно, это я так понимаю, воскресенье, понедельник и вторник. Возможно они ошиблись, но почему-то по датам именно так. Вообще логично было бы наверное начинать скидки уже с завтрашнего дня. Ну ладно, специальные предложения появляются, одно из них есть очень интересное с 300 ультраконтейнерами, я думаю что оно будет стоить 20 катанкойнов, как и было у нас до этого. Происходили у нас изменения, давали то там 200 ультраконтов, то там 220, то еще сколько-то. Теперь вернулись к 300 очки, соответственно тоже очень неплохая тема. Гоночка вооружений, как я и говорил, появляется, возвращается гоночка вооружений с 10 по 13 сентября. Будет она у нас, но она не такая уж и крутая. Карты Дюссельдорф Темпл Берлин, довольно большие карты, не совсем особо грамотно подходят к этому режиму, поэтому может быть не так будет сверхинтересно. Но это не все, также будет у нас спецрежим, который будет уже с завтрашнего дня по воскресенье, это Хопера Рельса на Небоскребах. Многим этот режим очень сильно нравился, но для меня лучший режим у вас по жижечке с 17 по 20, вот это наверное тот самый режимчик, который мы вместе с вами долго уже ждали. При том, что написано, что карта будет про-версия полигона. То есть это не тот полигон матчмейкинговый, а теперь будет тот самый наш любимый дефолтненький полигончик. И вот уж там будет жесткая мясорубочка, прям конкретно я думаю, что там будет очень жестко. Если в матчмейкинговой версии этой карты было неплохо, то в про-версии там будет прям вообще очень четко, я вот более чем уверен. Двойные фонды, как я и сказал, огнемет HD появляется с завтрашнего дня бесплатно всем, коинбоксы, праздничная копилка. Особые миссии дают целых 15 ультраконтейнеров, при том выполнить задания, ну вообще смешные, да, то есть прожать 300 расходки, 300 ремок, ну по сути всей расходки 300 штук. И на это все дело дается, здесь не написано сколько времени, но я так понимаю, что на весь период, да, то есть с 3 по 20, то есть полноценно за 2 с небольшим недели, я думаю, что на такое задание все ребята смогут выполнить и поднять в сумме 15 ультраконтов и 5 обычных контейнеров, плюс еще заработать звезды, если кому это дело надо. То есть в общем и целом, что-то вроде, что-то вроде ультравикенда, но с хорошими положительными добавками. Можно было бы, конечно, сделать еще что-то круче, что-то лучше, привнести какие-то дополнительные ивенты. Их мы, конечно, пока что не видим, но может быть об этом еще разработчики не говорят, а например скажут завтра в видеоблоге и что-то дополнительное у нас и еще появится. Но так в целом, по скидкам, по особым режимам и прочим вещам, неплохо, неплохо, да, я доволен, можно даже сказать так, доволен. Дальше у нас появляются новые скины, скины, которые, я так понимаю, что полноценно с танков Икс взяты. Это стимпанк скины наборы, будет мамонта твинс и новая красочка, бронзовые доспехи. Я думаю, что завтра мы все это дело вместе с вами рассмотрим, протестируем, как оно будет выглядеть. Может даже сумеем выбить с ультраконтейнеров и получится в этом плане все красиво и замечательно. Ну и самое главное, это список обновлений. Без чего, конечно же, этот бы видеоролик было бы неинтересно записывать. Как всегда у нас происходит изменение с пушечкой Теслочка. Максимальный шанс критического урона снизили с 20% до 10%. Наше замечательное устройство, замедляющий протокол, штраф дальности поражения снижен с 70% до 50%, но время перезарядки шаровой молнии увеличено на 200%. То есть в два раза дольше будет копиться шарик с устройством, замедляющий протокол. Все это, конечно же, даже здесь написано, что направлено на нерв Титана Тесл с замедляющим протоколом. С той комбинацией, которую мы показываем уже на протяжении долгого времени в матчмейкинге, на стримах и видеороликах. Которая работает идеально и на которой можно зарабатывать безумно большое количество кристаллов. И то, что на данный период времени не контрится. И посмотрим, как эти изменения повлияют на данную комбинацию. Написано о том, что теперь они решили выбрать другой подход. Не нерфить дальность, а нерфить именно перезарядку самого шарика. И за счет этого усложнять координацию между Титанами выстроения этих шаров. Я считаю, что в принципе, наверное, это не так сильно будет чувствоваться. Но это надо, конечно же, протестировать. Поэтому протестируем в ближайшее время. И там уже решим. Нагибает, не нагибает. И если так же нагибает, ну значит... Значит надо дальше продолжать работать в том же духе. Также здесь написано о том, что пушки дальнего боя в практически всем количестве, а именно гром рельса, магнум, гаусс, шафт, занерфлены. Критические уроны снижены, стандартные уроны у пушек снижены. И все это дело направлено на то, чтобы игроки играли на ближнебойных пушках и на средней дальности пушках. По сути, с одной стороны, это логичная добалансировка. С другой стороны, на том же громе, магнуме, гауссе, рельсея особо никто в большом количестве в матчмейкинге на данный период времени не играет. Шафт апали, апали, апали. Теперь начинают опять нерфить, начинают что-то придумывать с устройствами, крутить их в разные стороны. Не совсем мне понятна тогда задумка, зачем было их вообще трогать. Если они находились в примерном балансе, зачем их менять сначала в лучшую сторону, потом в худшую сторону? Ну как-то выглядит это максимально некачественно и даже с какой-то стороны глупо. Глупо, но такие вот изменения у нас будут, поэтому не совсем большие, да, то есть не критические. Рельсу побольше занерфили, хотя от рельсы и так в матчмейке большое количество резистов и уже сейчас на ней практически никто не играет. Магнум тоже занерфили, магнум не тянет и так. Кром тянет, но не так жестко его на чуть-чуть занерфили. Гаус тоже, да, нерфанули и стандартный, и критический урон, и урон залпового выстрела тоже не на такие большие цифры, но все же это нерф. На этих пушках и так особо в матчмейкинге большого количества игроков нету, но это, наверное, все связано с тем, чтобы... И разработчики хотят, чтобы больше играли на средней и ближнебойных пушках. Возможно, мы увидим вместе с вами в ближайшее время что-то интересное и покажем новые имбы. Молот вернулся, как минимум одна пушка есть, которая заменяет вам вот эти вот все пушки. Если вы на них играете, можете взять молот и просто давать вперед очень-очень больно, сильно и круто. Как-то так, друзья, как-то так. Это полноценно все изменения, обновления, которые у нас уже завтра появятся. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Ждем танкиста. Я был, ну, практически совсем прав, да. Все у нас, как я и думал, появится завтра в игре. Надеемся на то, что в видеоблоге еще расскажут, какие-то дополнительные ивентовые плюшки будут. Все-таки праздник довольно значимый для нашего проекта. Пишите, что думаете по этому поводу. Пишите, что вы думаете по поводу нерфов, изменений, что бы хотели видеть в ближайшее время по тесту Теслочки. Либо, может быть, вот эти вот скины посмотреть, рассмотреть, пообозревать, да. Либо же коснуться чуть больше изменениям в вооружении. Ну, и Тесла, соответственно, как я уже сказал. Поддержите видос лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Ну, а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.